Данила Моисеев, пожалуйста, дайте каждый по короткому комментарию об игре, может быть, о домашней серии, ну, участии в домашней серии, потом коллеги задают вопрос. Ну, скажу так, что первый матч неудачный был, я смотрел с виду, как-то волнение, что ли, у команды было переживание, вот, но сегодня все поговорили, судили, что не хватало, чем добавить, и, в принципе, вот, хорошо, что выиграли, думаю, игра показала, что сегодня играли лучше. Да, хорошая игра, плотная, в конце, где-то мы, наверное, после гола, не то, что прослабились, начали играть в откат, а так, в целом, хорошая игра, и перебрасывали бы в начало соперника. Довольно, что сегодня была огромнейшая поддержка, и получилось, так сказать, обрадовать болельщиков, потому что за первый матч хотелось, так сказать, отмазаться. Спасибо большое, коллеги, есть ли вопросы? Да, Растан. Я на вопрос к обеим ребятам. Чем эта серия отличается от игр регулярного чемпионата Спартаком? Понятно, что чувствуется ли, что все-таки есть больше агрессии в игровом плане со стороны соперника? Думаю, больше ответственности, наверное, лежит на каждом игроке. Вот. Больше, больше бросков, больше, так скажем, какой-то прямолинейной игры, что все на ворота, где-то нужно голы такие закопать, добить. Вот. Я думаю, примерно так вот. И чуть побольше эмоций просто в таких матчах. Когда игра идет такая кость в кость, тело в тело. И поэтому эмоции многие отдают эмоции, поэтому так происходит. Данил, а вот как раз про закопать и забить. Вы поучаствовали активно в победной шайбе, ну в шайбе, которая стала в итоге победной. Вспомните, пожалуйста, комбинацию, завершение. Да там хороший пас был от Антенберга, от Оскара. Вот. На скорости получил, вошел. Там уже ушел в угол, смотрел, кто открыт, просто увидел Игоря Ажиганова. Вот. Получилось отдать, получилось забить, так скажем. Удачи тоже повернулась тут к нам. Коллеги из зума, есть ли вопрос? Да, если можно, я приветствую сказанию. Дмитрий Гребович, приветствую. Приятного видения, бывших зрителей. У меня, знаешь, какой вопрос. Спартар, напал из-за первого гранта. Роман Борисович, ну, лично тебе Роман Борисович ответил, что еще ты там поймал на себя ее лицом. Как себя чувствую? Спасибо, спасибо. Ну, я ее лицом не поймал, там просто уже ситуация была такая крайняя, то что просто упал уже на лед, ну, ловил шайбу, поэтому там, ну, могла в лицо вопасть, попала не в лицо, слава богу, вот, поэтому так вот. А почему так происходит? Ну, они тоже давно не играли, почувствовали вкус игры просто, ну, свежие на эмоциях, и им хочется играть, они поэтому играют. Мы, понятное дело, тоже в тонусе, но у нас была короткая серия и была пауза, да, за которой мы отдыхали, как бы где-то, может, потеряли тонус, но мы сейчас по ходу серии, я думаю, наберем, и игры в Москве уже будут совсем другие. Ну, да, у них было больше времени, наверное, подготовиться к нам, они смотрели наши игры, разбирали, вот, а у нас осталось только игры с регулярного чемпионата, вот, они все равно что-то поменяли, где-то агрессивнее играли, я думаю, сейчас мы подстраиваемся еще к играм в Москве и будем показывать лучший хоккей. И возвращение Игоря Жиганова, да, в хоккейную варку, в бизнес, насколько помогло, он стыскал и уезжал в Торонто, и у Каман Борисовича, вот он сказал, мы его в Казани наигрывали перед переходом в Питер, насколько Игорь впечатлил своим дебютом, плавил дебют на шайбой, и Мося ему отдал такую хорошую передачу? Ну, у нас, знаете как, это, гол это как приятный бонус, главное здесь победа команды, поэтому он сильно там не радовался голу, он больше радовался, что команда победила. А дебют, дебют просто удачный, вот, получился приятный бонус. Спасибо большое, есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо всем, увидимся. Спасибо. Спасибо.